КОСМОПЛАН ЛОПОТОК После чего макет отделялся от ракеты-носителя и выполнял программу летных испытаний. На спуске, после основной траектории торможения, лопоток разворачивал бы крылья и планировал, садясь уже как обычный самолет. Авиационные специалисты пытались попасть в космос на крыльях. Какие гензинги? Помните наш лозунг? Быстрее, дальше, выше. То есть, подразумевалось, что со временем развитие самолетов приводит к росту скоростей и высот полета. И таким образом мы выходим в космос. А ракетчики, они попали туда сразу. Смыкание вот этих двух направлений, то есть авиация поднимается все время выше, а ракетчики начинают немножко ниже летать, оно и приводит к полетам в стратосфере. Проект отложили. Построить ракету было проще. Технологии орбитального самолета передали в ОКБ Артема Микояна. И руководителем проекта стал Глеб Лозинолозинский. Проект авиационно-космической системы получил название «Спираль». Проект предусматривал создание двухступенчатой авиационно-космической системы, включающей в свой состав гиперзвуковой самолет «Разгонщик» и вторую ступень в виде многоразового орбитального самолета с разгонным ракетным ускорителем. «Спираль» могла выводить на орбиту не только многоразовые космические корабли, но и спутники. В ходе работы были созданы проекты самолета-носителя МиГ-105, пилотируемого орбитального самолета «ЭПАС» и суборбитальные аппараты серии «Бор» — беспилотный орбитальный ракетоплан. Скорость «Бора» превышала скорость звука в 14 раз. Настоящий технический шедевр. Это называется аэродиномическая компоновка «Несущий корпус». Потому так называется, что аэродиномические силы образуются за счет обтекания корпуса. Как вы видите, крылья здесь маленькие, поэтому и название такое «Несущий корпус». Корпус несет, а не крылья, как у обычного самолета. Космопланы «Бор» остались опытными образцами, однако их использовали для создания советского космического челнока «Буран». Систему «Спираль» позднее преобразовали в проект «МАКС» — многоразовую авиационно-космическую систему. Для этого был создан демонстрационный самолет с огромной до 500 тонн грузоподъемностью. Настоящий летающий космодром, способный поднять на высоту и разогнать до нужной скорости космоплан с большим запасом топлива. Такой самолет мог бы использоваться и для грузоперевозок. Он был способен перевезти целую мини-АЭС из европейской части страны на Камчатку. Поскольку наш «Буран» мог сесть на запасной аэродром на Дальнем Востоке или на юге в стране, то надо было его после этого перевезти обратно в Байконур. Вот для этого создавался этот самолет. Но вторая задняя мысль была, конечно, что этот самолет, может быть, можно будет использовать потом как первую ступень системы, как носитель. Система МАКС поражала своей универсальностью. В космос можно было отправлять десятки тонн грузов, целые модули станции или блоки спутников, обслуживать орбитальные станции, доставлять на орбиту экипажи и удешевить доставку грузов на орбиту в десятки раз. Она вроде лучше, выгоднее. Старт со спины самолета. Он выгоден во многих отношениях. Прежде всего, что вы можете его запускать в любом месте, не только на полигоне, с разными направлениями, не только как на полигоне, там определенные направления пуска. Маневры значительно выше в этом смысле. Но, тем не менее, такой системы пока нет. Создание уникальной авиационно-космической системы остановлено буквально в миллиметрах от финиша. Сборку ракетоплана, в идее которой лежал королевский лапоть, прервали из-за недофинансирования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова